Я 18 лет назад с армии вернулся. Командир от счета и намета. Так почувствовал, что надо туда. Специальность такая специфическая и нужная. Чем больше добровольцев уйдет, тем меньше парней молодых забил. Отслужил один контракт после окончания военного училища в Новосибирске. Ушел из армии по концу контракта. Пытался восстановиться, но как-то нет. Экономное училище в Новосибирске. Конечно, сейчас уже перешел на другую специальность, на строительную. Но, как говорится, все равно взлых крови пошел. И это, думаю, что надо. Надо съездить, помочь. Срочно, это уже 92-й год, из нас внутренний войск отряд Росич. Немножко постреляли. Там гражданка, жениться, первая дочь. Но времена трудные. Поехал на Казак. Три года за Ташкестаном. Вернулся, посмотрел здесь кругом. В Чечне упадался. Сопел ранее не было. Инвалидность. Приехал домой. Комиссовываться не стал. Думаю, выступить дослужу. Здесь поправлюсь. Приехал. Сказали, в силовые погоны никуда не оттените. Медики не пустят. Хорошо устроился. Новосибирскую губернию в охрану во все время доработал. До данного начальника. Восстановился. Руки работать. Начали ушел на стройку. Простыну здесь только. Сейчас работаю. Начальником участка электромонтажной. Фирмы Красноярской. Бюджетные выезды. Краевую строил. Вольницу. Сейчас поликлинику пятую покровчивую заканчиваю. Ну и все. Оказывается, можно и сейчас еще погоны надеть. Сын растет. Все нормально. Дом строил. Опыт неплохой. У меня. Миновички отправили. Ну я вот. Инженер. Так добр. Минирован. Опыт неплохой. Есть. Не всем сильно будет. Кому-то надо и умным. Вот я как говорю. Согласен. Да. Нет. На самом деле вы большие молодцы. Но уже. Я всегда всем говорю ребятам, что вы для нас уже герои. Которые либо по повестке, либо мобилизованы, либо согласились, кто не стал прятаться. А тем более, кто сам из-за его желания пойти и Родину нашу отстоять. Вы сами видите, что сейчас творится.